Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня с вами опять Роман Головин И сегодня мы с вами поговорим о активации третьего глаза И что такое третий глаз? И какие методики бывают? Итак, по круг третьего глаза очень входит много мифов и легенд Многие люди думают, что это достижимо только какими-то супер йогами Какими-то специально продвинутыми людьми духовными Которые должны обязательно жить в монастырях, в Тибете С ясным умом и так далее На самом деле, третий глаз возможно открыть практически любому человеку При желании, при ежедневных практиках То есть третий глаз это некое связующее между физическим миром и тонкими мирами И это реально достижимо У многих людей это происходит в кратчайшие сроки Некоторые люди упражняются, голодают Становятся на духовный путь, чтобы ускорить этот процесс Возможно применять специальные методики, техники, медитации Использовать для открытия третьего глаза Есть специальные упражнения Их бесчисленное количество Если я сегодня придумаю свою методику Скажу, ребята, давайте, стойте на голове И стой на голове, концентрируясь Так кровь будет проливать к мозгу И у вас быстрее будет открываться третий глаз Естественно, все вы будете делать эту методику Потому что она будет ускоренная Кто-то говорит, что вот эта методика лучше Кто-то говорит, другая методика Такого, как бы я считаю, не бывает Все методики неприемлемы Кому-то приятнее работать с одной методикой Кому-то приятнее работать с другой методикой О некоторых методиках мы с вами сегодня поговорим Супер такие продвинутые методики Сложные сегодня не будем разбирать Потому что их масса существует Третий глаз, он связан с шишковидной железой В организме человека То есть это такой орган, который является проводником Связи физического тела с тонким телом Открытие третьего глаза связано с шестой чакрой Ответственное за проявление психических способностей Расположенное в центре лба Над бровями Третий глаз не находится в физическом теле Это способность только тонкого тела И поэтому нельзя утверждать Что непосредственно шишковидная железа Шишковидная железа это только проводник Однако по степени активности Шишковидная железа Шишковидной железы Зависит способность человека Воспринимать тонкие миры Что является Проявлением как раз третьего глаза Когда вы концентрируетесь Пытаетесь активировать третий глаз Многие представляют Лампочку Так называемую Чтобы включилась эта лампочка Появляется определенный экран Пытаются увидеть вот этот экран Внутренний экран Есть различные методики Как это делать Ваша цель С помощью практики Вашего внутреннего желания Как раз активировать Вот эту шишковидную железу Чтобы увидеть Как раз вот это Яркое свечение Лампочку Ваша цель Зажечь эту лампочку Активировать так называемый Эпифис А потом Как раз сосредоточиться На этом внутреннем экране Можно действовать и наоборот Сначала Зажечь Лампочку И сконцентрироваться На мысленном экране Либо наоборот То есть такая методика Она Является Свободной Выборочной Вы можете начинать Либо с того Либо с того Либо активировать лампочку Потом экран Либо экран Потом лампочку Итак Сейчас мы поговорим О некоторых методиках Можно сесть перед зеркалом Рассматривая свое лицо На расстоянии Примерно 15 сантиметров От зеркала Расслабьте зрение Вы увидите Место двух глаз Четыре глаза Теперь приближая И отдаляя свое лицо Нужно добиться Чтобы два средних глаза Слились в один И это будет Третий глаз Рассматривая Этот Синтезируемый глаз Прямо У вас четко будет Он посередине И вскоре Появится ощущение Что вы всматриваетесь Внутрь себя Чем больше Вы будете Естественно Практиковать Тем больше У вас это будет получаться Много раз в день Можно это пробовать Начинать Можно раз в день Когда у вас есть время Потом два раза в день Потом в течении дня Это можно практиковать Есть еще методика Со свечой Вечером Или перед сном Еще лучше Смотрите на пламя свечи Удаление от пламя свечи Примерно 10-30 сантиметров Около 50 минут Можно проводить Эту практику Не моргая По возможности Также Старайтесь Увидеть Свечение Вокруг Свечение Вокруг пламени Свечи Которое По мере Открытия Третьего глаза Будет увеличиваться В размер В комнате Конечно Должно быть Темно Естественно Затем Закройте глаза И только после этого Задуйте свечу Это очень важный момент Расслабьтесь После этого Смотрите На цвета Которые будут меняться Перед вашим взором С закрытыми глазами Естественно Будут появляться Такие цвета Как желтый Красный Синий Зеленый Для остановки Бегания Зрачков Когда с закрытыми глазами Да Можно прикладывать Вот сюда Подушечки пальцев Чтобы они не бегали И придерживать Веки И нужно почувствовать Момент Когда Глазные яблоки Останавливаются И ничто не мешает Концентрации на цветах Концентрируйтесь на цветах Есть Также Еще такая методика В центре Левой ладони Нарисовать Глаз Радужную оболочку Нарисуйте И зрачок Если кто-то Не знает Что такое Радужная оболочка И зрачок Можете посмотреть В интернете Быстренько Фотографию Анатомию Нарисуйте Ручкой Или фломастером Цвет Размер Изображения Глаза Любой Какой вам больше нравится И сидя В вашей Любимой позе Для медитации Зафиксируйте Вот это положение Левой ладони На уровне глаз Чтобы у вас было Ладонь Выпрямлена Пальцы Прижаты Один к другому И следует Смотреть Не мигая На изображение глаза То есть вы Смотрите Пальцы вместе Ладонь прямая Смотрите Не мигая На изображение глаза Которое вы нарисовали Мышцы лица Естественно Расслаблены Язык Можно немного Прикоснуться К верхнему нему Мягкому В основании Верхних зубов Во время выхода Энергии С третьего глаза Посылается В центре ладони В изображение глаза При входе Следует представить Как из изображения глаза Излучается энергия И входит в третий глаз По завершению сеанса Следует Спокойно Закрыть глаза Не напрягаясь И явить Зарительный образ глаза То есть Такая Еще такая Есть методика Вы сами Можете Выбирать любую Можете Чередовать их Кому что больше нравится Есть еще Методика Эту технику Удобно Практиковать В течение дня Например Вы можете Идти по улице Либо ехать В общественном транспорте В магазин На работу Очень удобно Концентрируйтесь В области Межбровя И немного Вглубь Радиус Примерно 2-3 сантиметра Концентрируйтесь При любой Возможности Должно Появиться Некоторое Приятное Давление В области Межбровя Усиливайте Потом Это давление Старайтесь Почувствовать Что будто Смотрите Из центра Своей головы Сквозь область Межброви То есть Это очень удобная Методика Вы везде Ее можете Практиковать Дома Можете Одну методику Практиковать В общественном транспорте Другую Сочетать То есть Получается Что Третий глаз Это как мышца Если вы идете В спортзал Вы качаете Мышца растут Отзывается на стресс Если вы применяете Вот эти Зрительные Духовные Так сказать Тонкие упражнения Концентрации Представления Мыслей Образов То естественно Это такие же упражнения Есть еще Некая методика Корпуского Света Называется Подойдите К окну В светлое время Суток Откройте Занавески Тюль Цветы Уберите Чтобы было Чистое Свободное Окно Все Жалюзи И вы должны Стоять Очень близко К стеклу На расстоянии 50-100 см Смотрите В небо Глаза Открыты Но сильно Не поднимайте Голу Линия взгляда Где-то 45 градусов Должна Относительно Земли Концентрируйтесь На этом Видении Когда Ваша Концентрация Усилится Вы увидите Движение Ярких точек И полосок Перед Внутренним взором Не пугайтесь Если в какой-то Момент Вы не будете Видеть Ничего Кроме Представления Частиц Света При первом Желании Вы можете Вновь Вернуться К Обычному Зрению При Открытии Третьего Глаза Возможно Вы будете Постепенно Начинать Видеть Тонкие Миры Каких-то Сущностей Души И многие Люди Этого Боятся И они Могут Блокировать Постепенно Какие-то Фрагменты Видения Потому что Они не хотят Это видеть Не готовы Им страшно Иногда Видение Может открываться Внезапно Когда уже У вас есть Практика На тренировочке Вы используете Третий глаз Для своих целей Он может Открываться Внезапно Без вашего Желания Когда Вы где-то Идете По дому Например Раз у вас Открылась Вы видите Какую-то Сущность Вы можете Пугаться Постепенно Можно К этому Привыкнуть Если правильно Относиться К таким вещам Ведь Медитация И открытие Допустим Третий глаз Это определенный Инструмент Для неких Целей Поэтому Многие люди Они Не готовы Например А те Кто частично Готов Они просто Блокируют Своим желанием Силой воли Могут Регулировать Видение Это Постепенно Можно это Развивать Переходить На более Глубокие Уровни Развивать Многомерное Видение Потому что Существует Очень много Параллельных Миров Тонких Миров Различных Пространств И нужно Время Чтобы их Все освоить Понять Что там Живут За сущности Почувствовать Это все На себе Чтобы Ваш Мозг Ваш Организм Именно Психическая Сфера Адаптировалась И Не все Могут Сначала Быть К этому Готовы Кто-то Будет Даже Пытаться Заблокировать Кто-то Уже Сразу Может быть Готовым У всех Разная Степень Духовного Развития Есть Теоретическая Определенная Подготовка Кто-то Уже Давно Это Развил То Что Я Говорю Конечно Это Не Интересно Я Рассказываю Только Больше Для тех Людей Кто Только Начинает Этим Заниматься Методик Уже Как я Скал Очень Много Каждый Выбирает Для себя То Что Ему Ближе Можно Начинать Пробовать С одной Методики С другой Методики Третий Но Вы Всегда Думаете Что Вы Откроете Рано Или Поздно Так же Естественно Рано Или Поздно Вы Сможете Общаться С любым Человеком На Различные Темы Если Вы Идете В Спортзал Рано Или Поздно Тело Проблетет Тот Вид Который Вы Хотите Плюс Диета Если Вы Бегаете Естественно Дыхание Ваше Будет Натренировано Если Вы Плаваете Естественно Будьте Свои Какие-то Потребности Скорость Сплавание Тренировать Также Дыхание Под водой Можно Бегать Как только Погружаешься В воду Опять Одышка Начинается Так же Самое Тренируйте Дыхательную Систему Параллельно Как раз Вот этим Методикам Можно Делать Различные Дыхательные Упражнения Задерживать Дыхание Дышать Глубоко Выдыхать Выдыхать Задерживать Дыхание Вообще Вот эти Упражнения Не полезны Даже Дал Для Продления Жизни Для Долгожительства Когда Увеличится Концентрация Углекислого Газа В крови Есть Много Работ По Удлинению Жизни Очень Интересная Работа И Поэтому Можно Включать А параллельно Открытие Третьего Влаза Как раз Вот эти Дыхательные Различные Упражнения Ну Вот Такая Обзорная Лекция Спасибо Вам за внимание Увидимся В новых Видео Всего Самого До свидания